Мениск — это анатомическая структура внутри коленного сустава, их два — внутренний и наружный. Это хрящевые прокладки, которые находятся между бедренной и большеберцовой костью. И служат они нам для того, чтобы защищать хрящ, который покрывает бедренную и большеберцовую кость. У менисков несколько функций — это распределение нагрузки, защита хряща, амортизация и стабилизация коленного сустава. Разрыв мениска может произойти у любого человека. Чаще это случается у молодых физически активных людей или спортсменов. Но и у простого человека, у пожилого человека, занимающегося обычными бытовыми делами, нагрузками, может возникнуть разрыв. Случается разрыв мениска из-за скручивания голени относительно бедра при фиксированной стопе. Это может возникнуть при занятиях спортом, неправильном приземлении на ноги, либо у пожилых людей бывает достаточно резко встать из положения глубокого приседа с коленей, либо с положением приседа на корточках. В этот момент мениск может повредиться. Есть классификация разрывов менисков по МРТ. Когда выполняют МРТ, и врач МРТ описывает разрыв, там есть четыре степени разрыва мениска от первой до четвертой. И первые две считаются изменениями в ткани мениска и, как правило, не являются показанием к операции. И вот третья и четвертая степень – это уже полноценный разрыв мениска, который требует, в большинстве случаев, требует какого-то оперативного вмешательства. Некоторые повреждения мениска можно не заметить, либо не обратить на них внимания, потому что это может быть несущественная боль, либо немножко поболело и сразу перестало. Пациент может забыть. Особенно это касается пожилых пациентов, у которых мениск рвется не из-за какой-то сильной нагрузки или серьезной травмы, а в результате его усталостности с годами мениск, как и кожа, условно стареет. Как понять, что мениск поврежден? При травме возникает боль, может возникнуть щелчок, хруст, сопровождаемый болью в области коленного сустава. Как правило, боль или хруст возникает во внутреннем или наружном отделе сустава, там, где находится наш мениск. После этого может возникнуть отек в коленном суставе и даже ограничение движения, то есть неполное разгибание или неполное сгибание. Иногда после этого на ногу больно наступать. Что касается лечения менисков. Как и лечение практически любой патологии, оно разделяется на консервативное и оперативное. Консервативное лечение при разрывах мениска возможно, но, опять же, оно зависит от типа разрыва, от жалоб пациента, возраста пациента и каких-то анатомических особенностей работы, сферы деятельности и так далее. Можно лечить консервативно, если мениск не блокирует движение в коленном суставе, если это не вызывает каких-то выраженных постоянных болей и чаще, если это МРТ-находка. Чуть-чуть поболело колено, почему-то пациент решил сделать МРТ, ему написали грозные слова «разрыв мениска», он пришел к травматологу и говорит «мне нужна операция». Нет, операция нужна только тогда, когда клинический осмотр, жалобы пациента и МРТ сходятся в одну точку, и все указывает на то, что именно это повреждение мениска мешает человеку нормальной жизнедеятельности. Существует также оперативное лечение. Мениски приходится оперировать, и здесь тоже разделяется на два класса. Это шов мениска и удаление мениска или резекция по-другому. Операция на менисках выполняется с 19 века, и до недавнего времени золотым стандартом была резекция мениска, просто его удаление. Считалось, что он не выполняет очень важные функции в коленном суставе, и проще всего его удалить. Но с развитием технологий, с развитием метода артероскопии, с развитием специальных устройств для того, чтобы было удобнее мотивулировать в коленном суставе, доктора научились шить мениски и сохранять их, что очень важно для коленного сустава. Наука, все врачебное сообщество дошло до того, что мениска является очень важной структурой в коленном суставе, и пришли к тому, что мениски по возможности нужно сохранять. Пациентам приблизительно оговаривается дата операции. Ему дается список анализов, которые он должен подготовить для плановой госпитализации. Он собирает этот список анализов, и в назначенный день приезжает на госпитализацию в Институтсклифосовскому. Как правило, в день госпитализации мы оформляем историю болезни, размещаем пациента в отделении, выполняем необходимые дообследования, если таковые нужны. Часто бывает, к сожалению, что какие-то анализы не свежие, какие-то анализы нужно доделать, может быть, дополнительный осмотр, дополнительная консультация какого-то специалиста смежного. Все это выполняется в первый день госпитализации пациента, и на следующий день мы берем пациент в операционную и выполняем наш операцию. После операции на менисках пациент находится в отделении еще один или два дня. Часто выписываем на следующий день, но можем понаблюдать пациента и выписать через день после операции. Если производится удаление мениска, то в большинстве случаев пациенту уже в день операции можно наступать на ногу, двигать, сгибать коленный сустав, начинать разрабатывать движения. В большинстве случаев не требуется дополнительная опора на костыли или какая-то другая дополнительная опора. То есть он уходит от нас на своих ногах. Если мы шьем мениск, поскольку мениск является очень нежной, очень капризной структурой и очень плохо кровоснабжаемой структурой, его нужно беречь. И в этом случае нужны костыли, нужны специально фиксирующие устройства для коленного сустава и снятие нагрузки на коленный сустав до 6 недель. Эффективность операции по резекции мениска достаточно высокая, потому что пациент приходит с конкретными жалобами на боль, чувство щелчка, чувство заклинивания. Пациент на следующий день после операции ощущает значительное улучшение, и после спадения после операционного отека пациент забывает про свое колено на долгое время. При сшивании мениска есть определенные нюансы. Это долгая реабилитация. В случае, если все удачно и мениск сросся, то пациент возвращается к полноценной жизни без боли, без неприятных ощущений. С порванными менисками можно жить, но поскольку порванный мениск – это нарушение естественной анатомии коленного сустава и потеря одной или нескольких функций мениска самого, это грозит более быстрым развитием артроза в коленном суставе. Артроз – это повреждение хряща, разрушение хряща, а хрящ – это самая важная структура в любом суставе, в коленном в частности, и артроз – необратимое заболевание. Его нельзя вылечить и перевести из третьей стадии во вторую, из второй в первую. Поэтому мы делаем наши операции для того, чтобы максимально надолго отсрочить развитие артроза. Предотвратить разрыв мениска можно, по крайней мере, можно сделать все необходимое для этого. Одно из самых важных правил – это разработка движений, разминка перед физическими упражнениями, либо перед предстоящими тяжелыми нагрузками. У пожилых людей важно просто часто заниматься мышцами коленов в области коленного сустава, мышцами бедра и голени. Очень важна разминка, также очень важен тонус мышц. То есть в целом нужно поддерживать свой мышечный тонус ежедневно, либо, насколько это возможно, заниматься спортом, заниматься физкультурой, держать мышцы в тонусе. Если вы будете соблюдать эти правила, ваши мениски скажут вам спасибо и никогда не напомнят о себе. По полису МС возможно выполнение всех видов операции на мениске. Это и резекция, и шов мениска. Сохранение, либо удаление мениска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова